Лето 2021-го будет не только богатым на урожай фруктов, но и очень жарким. Такой прогноз дают синоптики. Температурный рекорд июня мы наблюдали уже сегодня, аж 35 градусов по Цельсию. Сегодня только середина июня. Какие же сюрпризы готовят нам предстоящие два с половиной месяца? Гидрометеорологи утверждают, что температура воздуха будет только расти. Летом у нас очень жарко и наиболее высокие температуры у нас будут фиксироваться все-таки в июле и в августе. Врачи предупреждают нас о том, что дефицит солнца может вызвать проблемы со здоровьем. Но в то же самое время долгое нахождение под прямыми ультрафиолетовыми лучами может быть опасным. Есть определенная группа риска людей. Это в первую очередь дети, у которых терморегуляция еще не до конца не сформирована. А также это за 65 старших поколений, 65+. У этих людей терморегуляция, уже начинается нарушение терморегуляции. А также люди, которые болеют метаболическими разными расстройствами, таким как сахарный диабет или серднесосудистыми заболеваниями, или же проблемами шестовидной железы. А вот что может произойти. Расстройство центральной нервной системы. Это тошнота, рвота, предобморочное или обморочное состояние, слабость, головокружение, учащенное сердцебиение. Все это может быть симптомами теплового или, как мы уже привыкли его называть, солнечного удара. Большей частью страдает от этого головной мозг. И патогенетически это происходит таким образом, что начинается расширение кровеносных сосудов головного мозга, увеличивается проницаемость сосудов головного мозга, выход жидкой части плазмы крови в интерстицию, в ткани мозга. И вызывает тем самым отек головного мозга. Но всего этого можно избежать при помощи небольших превентивных мер. Как минимум, не стоит выходить на улицу без особой необходимости в часы, когда солнце наиболее активно. Это примерно с 11 до 16 часов. Но если вам все же пришлось находиться в это время суток под жарким солнцем, не пренебрегайте защитными средствами, такими как головные уборы. Пейте больше воды, старайтесь не находиться под прямыми солнечными лучами, ищите тень. И все же лучше мы уже пойдем в офис, в котором работают кондиционеры. Альбина Абдурахманова, Намига Санли, CBC.